Мастер мировых медитативных дыхательных практик, мастер универсальной энергетики, парапсихолог, кормолог, тренер-коуч самореализации личной эффективности, эксперт в области женской психологии и энергетики. Ну это как обычно по традиции регалий, которые в общем-то вы сами видели, ну прочитала, потому что первый раз у нас мастер выступает. Скажу от себя, ребят, не было возможности поговорить, долго познакомиться, потому что мастера надо всегда на каких-то выездных тренингах, ретритах, то есть редко бывает, что можно пообщаться не спеша и побольше узнать. Но у меня все-таки была возможность познакомиться и узнать, кто такая и откуда. Откуда, скажу, вы мне порекомендовали, то есть после прошлой конференции был опрос, и несколько человек написали это имя. Я нашла в интернет контакт и написала, и вот таким образом мы познакомились в итоге. Сначала через помощницу Татьяну, которой большое спасибо, что она все организовала, ну на эту вот связь, это общение. А потом недавно мы совсем общались с мастером Анандой, и я хочу сказать вам следующее. Это у нас первый, наверное, эксперт за все время, кто выступает, который будет рассказывать про стихи, ребят. Стихи – это путь природы, и мастер Ананда занимается уже этим 8 лет, больше 8 лет. Я спросила, я говорю, мастер Ананда, как вы пришли на этот путь, и вот мастер сказал, что сначала была обычная девушка, потом встретила ученика мастера, потом мастера, а сейчас сама она мастер, сама мастер и преподает вот эти все вещи. Также мастер Ананда сказал, что благодаря стихиям, стихии, ребят, она вот сейчас вот счастливо выглядит, счастлива в жизни, и стройная, и очаровательная. И самое главное, я хочу вот от тебя сказать, когда с ней общаешься, чувствуется, очень сильно чувствуется внутренняя сила. Я поэтому не буду сейчас сильно затягивать свое представление, потому что я думаю, что вы сейчас сами все это почувствуете. Давайте поприветствую мастера Ананду, ну, наверное, восклицательными знаками, что ли, нашими, потому что комната не дает возможность ставить смайлики, поэтому восклицательными знаками. И, мастер Ананда, я вас приглашаю, я передаю вам микрофон, и мы будем внимательно слушать все ваше выступление. От всей души приглашаю вас. 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 Продолжение следует... Добрый вечер! Как меня слышно? Слышно ли меня хорошо? Звук есть? Поставьте, пожалуйста, восклицательный знак. А все вижу, отлично! Ну, здорово! Настроился микрофон. Огромная благодарность Наталье и всем, конечно же, участникам. Ну что, меня зовут мастер Ананда. И, как Наталья сказала, я являюсь и руководителем школы осознанного образа энергетического дыхания. Ну и с гордостью всегда говорю, являюсь ученицей восточного просветленного гранд-мастера по духу, который, собственно говоря, открыл мне тайные знания, который показал мне путь, по которому я сейчас иду. И вот благодаря всем этим удивительным знаниям, вообще присутствию мастеров, вот тотально все изменилось во мне. И жизнь изменилась, и я сама координатно изменилась. И жизнь стала настолько интересной, насыщенной, что порой даже вот... Громче! Давайте настроим звук или у себя настроите? Посмотрим. Слышно хорошо? Давайте еще раз. Еще громче. Сейчас, минутку. Давайте сейчас, минуточку. Так. Так. А сейчас слышно как? Сейчас, минутку. На 10? Отлично. Хорошо слышно? Ага, все. Давайте тогда действительно настроим звук, чтобы уже не отвлекаться. Все, я рада, что слышно. Мастер, я к вам немножко присоединюсь. Был один маленький момент, было суперслышно, сейчас опять плохо. Может быть, девочки говорят, ближе к микрофону, прям очень хорошо было в один момент. Да, а вот сейчас? Сейчас? Наташа, сейчас как слышно? Сейчас нормально, получше, получше. Вот сейчас, минутку, может быть, мне прибавить микрофон. Сейчас мы настроимся. Так, звук. Так. Так, как сейчас слышно? Так. Сейчас отлично. Отлично, отлично, прибавить теперь, вот где этот бегунок, чтобы на красную не заходило, чтобы эхо не было. Так, эхо нет? Сейчас отлично, да. Ребят, просим прощения, мы не настраивали, но когда бывают настройки слетают. Все, я передаю микрофон, сейчас слышно отлично, я здесь. Отлично, хорошо. Так, ну что, сейчас, минуточку. Так, о чем я остановилась, да, и Наталья уже тоже сказала, что мой путь, он, собственно говоря, начался с нашей сегодняшней даже темы, да, с коррекции судьбы. И когда я приехала к мастеру, я безумно, конечно, влюбилась в самого мастера, потому что он был, ну, вот такой вот мудрый, как в сказках, да, мудрец, который знает все, но всегда молчит только тогда, когда его о чем-то спрашивают, он рассказывает. И меня поразила его и простота, и чувство юмора, и необыкновенная сила, и любовь. И мне тоже захотелось быть такой. И мое знакомство, оно началось со стихии. Я проживала каждую стихию, земля и вода, огонь, воздух, и это было, ну, таким для меня большим открытием и чудом. Несмотря на то, что я по образованию психолог в прошлом, да, я увидела, как реально быстро стихии, энергии стихии могут тотально менять наше сознание, наш внутренний мир. И как мы можем трансформировать себя, и не только свое сознание, но и свое тело. И вот мой путь уже многие-многие годы идет, идет как раз вот по стихиям. Этот путь называется путь природы. И несколько слов я хочу сказать о школе, международной школе осознанного образного энергетического дыхания, ну, чтобы было понятно, да, кто в первый раз. Ну, естественно, несем знания о гармонии духовного и материального мира. И это тоже такая удивительная особенность, которая мне понравилась в мастере. В моем представлении было, что вот либо ты только духовным занимаешься, либо только в материальном мире живешь. Зарабатываешь деньги, материально богатеешь, ну, а душа, она как бы так себе. Не хотелось идти не по тому краю, не по этому, хотелось вот золотой середины. И когда мы познакомились с мастером, он как раз мне объяснил и сказал, что духовные нам знания нужны для того, чтобы мы могли богатеть в материальном плане, для того, чтобы у нас было богатство и духовное, и материальное. И мы раскрывали и развивали свои сверхспособности, силу мысли, силу своего сознания, силу своего подсознания. И вот этот ресурс, который заложен в каждом, абсолютно в каждом из нас, мы могли на благо себя, своей жизни, близких, мира использовать. Что еще? В нашей школе, конечно же, есть такой принцип не навредить ни себе, ни другим, ни окружающим. Это главный же наш принцип школы. Ну и, конечно же, мы вне религии, вне политики, вне идеологии и вне догм, и вне комплексов. То есть каждый из вас, из присутствующих, может и желает верить в то, во что он верит. Для меня Бог – это высшая сила, это пространство, это природа, это высший разум. Ну вот по-разному его называют. Вот как вам удобно, так вы и называете. Так что все практики, которые несем на тренингах, вебинарах, в индивидуальной какой-то работе, они все вне религии. То есть можно практиковать все 24 часа в сутки. И, конечно же, главным инструментом, в который я тоже очень влюбилась, это осознанное, образно-энергетическое дыхание. Действительно, это новая методика, которая вот только-только, можно сказать, идет по всему миру. Вот поэтому школа и называется международная. И в этой методике есть все. Есть все стихии, есть и осознанность, есть и образность нашего подсознания, и энергетика, ну и волшебное дыхание. Ну, мы сегодня познакомимся, познакомимся с элементами дыхания и с самой практикой, с одной из практик. Школа еще наша отличается тем, что мы практики. Мы практики. На живых тренингах у нас обычно 30% теории, все остальное практика. И мы практикуем все 24 часа в сутки. Ведь очень важно не просто взять какую-то технику, да, а уметь ее применять в бытовой жизни, в повседневной жизни. Вот этому искусству я научилась и до сих пор обучаюсь у мастера, кудоса. Вот он практик и всегда-всегда практикует любое состояние. И вот уже по опыту скажу, что когда обучаешь учеников, то у многих затруднения, как это практиковать концентрацию, или как там практиковать подсознание, а где, а что, надо специально медитировать. Или вот когда говоришь о дыхании, а что, надо специально выбирать там позу, время, чтобы там медитировать, дышать. Нет, на самом деле, когда ты знакомишься с ООЭД, ты можешь практиковать везде, в самолетах, в машинах, в поездах, везде, где только есть такая возможность. Везде почему? Потому что мы все время дышим, 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 дышим. Ну и стихии, о которых я говорила, почему я люблю стихии? Потому что в них действительно большая тайна, и стихии приближают нас к природе или возвращают к нас к природе. Мы вот с цивилизацией, скажем так, отдалились от природы, отдаляемся. А изучение стихии, дружба со стихиями, потому что стихии живые, мы приближаемся к природе, сливаемся с природой. И каждая стихия, она обладает определенными качествами и характеристиками. Ну и каждая стихия, она по-своему ощущается. Какое преимущество, скажем, практики или работы со стихиями? Конечно же, это омоложение. Я хочу быть вечно молодой. И поэтому стихии мне в этом помогают. Как? Огонь сжигает, вода смывает, земля все впитывает, воздух все сжигает. Ну и, естественно, есть еще пятый элемент – это дух. Поэтому школа идет по пути духа. Когда четыре элемента сливаются, рождается пятый элемент – дух. А дух – что такое дух или что такое состояние духа? Состояние духа – это когда ты просветленный, ты мудрый, когда все твои желания исполняются и когда ты можешь реализоваться и реализуешься во всех абсолютно сферах жизни. Во всех. Это и семья, это и отношения, это и деньги, это и бизнес, это творческая самореализация, это и любовь. Ну, одним словом, во всех сферах жизни. Вот как раз стихии, они охватывают все сферы жизни. И для меня это стало более, скажем, коротким путем к себе, к познанию себя, к раскрытию своих способностей и сверхспособностей. Действительно, когда я пришла к мастеру, я была абсолютно простой девушкой, без каких-либо сверхспособностей. Когда я начала познавать себя, раскрывать себя, когда я начала изучать стихи, энергетику, то начались чудеса. Никогда не занималась целительством, когда начались открывать каналы, когда уже ощущать начала энергию, когда уже мастер дал и посвящение, разрешение на целительство, то занималась целительством. Кроме того, стихи помогают и вообще в жизни, в личной жизни, в бизнесе И самое главное, что ты всегда себя ощущаешь наполненным энергией, то есть сильным, мощным Вот такие чудесные стихи, о них я могу долго говорить и много Но есть целая, скажем, отдельная тема Потому что даже одного, двух, трех часов не хватает Кто знаком со мной, кто был на каких-то других конференциях Когда мы говорим о стихиях, то нам времени даже не хватает Но что еще хочу сказать, что каждый из нас обладает всеми стихиями Единственное, что под какой-то он стихией родился, ну как можно вычислить, по гороскопу Обычному гороскопу Вот кто вы по гороскопу, вот такая вы стихия И знаете, зная характеристики стихии, как я говорю, к бабушке-гадалке ходить не надо Чтобы вот вкратце даже сказать и характеристики этого человека Как он думает, как он мыслит, каково его мировоззрение Вот какие глубинные знания То есть я скажу честно, не в обиду психологам Потому что сама в прошлом психолог Что вот истинное знание о человеке и о самой себе я получила через стихии Вот Так, ну что, идем дальше Вот вкратце давайте скажу о стихиях И вкратце скажу, озвучу То есть вот если вы телец, козерог и дева, да То вы относитесь к стихии земли Однако, еще раз напомню, что все стихии абсолютно есть в каждом человеке То есть есть какая-то ведущая И вот как раз путь познания и развития себя Сгармонизировать себя через стихии Наше тело состоит из стихии Наше сознание, наше подсознание Если сознание это стихия земля Подсознание это стихия воды И вот когда все стихии в гармонии Когда мы управляем собой А управлять мы собой опять-таки можем Более коротким путем через энергии стихии То мы идем к мудрости Мы идем к процессу самореализации И естественно исполнению всех желаний Но стихии везде применяются В целительстве применяются В омоложении применяются В коррекции фигуры применяются Я имею ввиду энергии стихий И в зарабатывании денег применяются В бизнесе, в карьере Ну и так далее Ну вкратце скажу так Вот люди стихии земли Есть у нас? Обозначьтесь Вот кто у нас земля? Просто поставьте плюсик Вот Татьяна вижу И я сейчас буквально вот краткую характеристику скажу По каждой стихии Ну кто такие люди стихии земли? Ну сразу, да? Такие более, скажем, в отличие может быть от других Более такие приземленные Особенно мужчины Если у нас женщины вообще по жизни Стремятся к тайным знаниям К эзотерике К гаданиям, предсказаниям То мужчины, они более логичны Так они устроены Если женщина это подсознание Она интуитивная То мужчина логик У него больше работает сознание Поэтому порой мужчина не понимает женщину А женщина не понимает мужчину Так вот, люди стихии земли Они обладают Вот от природы что вам дано? Чем вы обладаете? Дана вам мощная энергия Энергия денег Земля несет нам процветание Кроме того, люди практичные Щедрые Могут быть и щедрыми Могут быть и жадными Я буду говорить больше Наверное, о позитивной стороне Терпеливые Очень терпеливые И вот как земля в природе Вот впитывает, впитывает все Так и люди земли порой все терпят Впитывают, как губочка Молчат и впитывают А потом наступает момент Когда уже впитывать-то некуда И тогда уже человек Ищет, не знаю, способы, методы разгрузиться Ну, либо возникают какие-то, может быть Как сказать Негативные состояния Состояния, может быть, там апатии Уныния Когда человек начинает из этого выходить Есть такое Люди стихии земли Они, конечно, очень, скажем так В чем-то где-то Аккуратны Вот Любят стабильность Любят планировать все Любят, чтобы было четко и ясно Шаг влево, шаг вправо Не всегда устраивает их Отклоняться от планов Кроме того Как я уже сказала Деньги Деньги Вот всегда откуда-то Да приходят деньги Особенно если хорошая карма Хорошая судьба То деньги просто липнут Вот Умеют считать деньги Умеют считать деньги И стараются быстро Не расставаться с деньгами Ну, в отличие, может быть, от других Стихий От огня, например Которые Стремятся почему-то быстро избавиться от денег То есть потратить Не то, что избавиться А потратить То земля Она придерживает Придерживает Вот Медлительные Медлительные порой Поэтому иногда Родители детей не понимают Когда ребенок проснулся Ему там в школу Или в детский сад И вот он медленно собирается Вот он только просыпается Родитель огонь, например Он привык все это быстро делать Динамично И пытает Торопит ребенка Психует и так далее Вот опять-таки Незнание природы Незнание природы Вызывает конфликты между нами Это нехорошо Мы много тонны Тратим энергии на этом Так вот Когда Узнаешь качество стихии То Узнаешь и самого человека Узнаешь, как он устроен Как он мыслит Как он живет И тогда ты можешь его принять Подстроиться И принять именно вот таким Какой он есть Вот И жить Естественно в дружбе В любви В гармонии А когда не знаешь То начинаешь психовать Нервничать Почему ты так медленно Почему ты не такой, как я Я же быстро Я же могу быстро Вот какие вот нюансы есть Вот сознание так устроено Вот тело вот такое Вот он так мыслит Так живет А если я на стыке двух знаков Если кто-то на стыке двух знаков Это значит Есть качество И от той Вот именно Как сказать Ярко выраженной И от той стихии И от другой Просто через изучение Качеств стихии Можно узнать Все-таки А какая стихия В тебе преобладает А может быть В какие-то периоды Там земля В какие-то периоды В воздух Земля и воздух Кстати Противоположные стихии И по жизни Так получается Что земля Они больше как бы Материальная Земное такое А воздух Он любит в облаках летать Всегда куча идей И земля порой Приземляет Да приземлись ты И хватит фантазировать Хватит мечтать Пора уже реально чем-то заняться Теперь идем Дальше То есть вот вкратце я Это конечно не полная характеристика Но тем не менее Людей земли Можно как бы Видеть Читать Они так вот Скажем так Любят Любят Гостеприимные Очень гостеприимные Особенно женщины Любят всех накормить Ну вот как мать земля Да Накормить Напоить Она сама может там не есть Но для нее вот просто в кайф Вот там Создать уют Комфорт И так далее Вот И как я уже сказала Практичные люди Практичные Вот такие тонкости Учитываются В любых переговорах В делах В бизнесе Вот когда ты знаешь Характеристики Тогда ты с человеком говоришь На одном языке Ну то есть одним словом Понимание есть Что еще дает нам земля Какая сверхспособность Характерна для людей Стихии земли Целительство Целительство То есть есть способности Заниматься самоисцелением Себя лечить Близким помогать У кого-то даже есть Такой дар И им успевают И помогают таким образом людям Ну самое лучшее целительство Это когда ты обучаешь человека Быть абсолютно здоровым И помогать себе Это самое лучшее Научить кого-то Чем его вот лечить То есть человек научился И сам уже себе помогает Идем дальше Люди стихии воздуха Это кто у нас? Это у нас так Близнецы Это у нас Помогайте весы И водолеи Вот три знака таких Если огонь и земля Это тоже хорошее сочетание Вообще на самом деле Еще немножко о земле скажу Земля почему мощная Сильная Потому что там все стихии Вот заключенные Самое главное Задать себе вопрос Если вы говорите Да нет, ну сегодня денег не хватает Того-то не хватает Здоровье не важно Вопрос только Куда потратили энергию? Да, вот ту энергию Которая дана Каждому от рождения На что вы ее Направили? В любом случае Любой энергопотенциал Любую силу Можно пробудить Теперь воздух Так, отлично Таня Морозова Смотрю Владимир Так, Ирина Татьяна Отлично Воздух Мысли Наши материальные Мысли первично Очень тонкие люди Интуиция Хорошо работает Очень тонко Чувствуют людей Пространство Ситуации Другой Прислушиваются И используют Свою интуицию Во благо себе Встречается Среди воздуха Огромное количество Интеллектуалов Потому что Это стихия Интеллекта Вот То есть Такой развитый Интеллект Ум Ум большой Вот В энергетическом плане Стихия воздуха Она Относится К сердечному центру Да Там у нас Любовь Там у нас Дыхание Поэтому Вам Рекомендую Изучать Дыхание Заниматься Дыханием И с помощью Дыхания Творить чудеса С помощью Дыхания Можно Исцеляться Можно Решать Многие Вопросы В своей жизни И омолаживаться И богатеть Сдувать Препятствия Со своей Жизни Ну Много чего Можно делать Через дыхание Когда ты Познаешь Именно Сингу Дыхания Воздух Это любовь Вот Поэтому Все через Любовь Любить Дело Которым ты Заняешься Жить с человеком Которого ты Действительно Истинно Любишь Тогда Вас ждет Огромнейшее Успех В жизни Вот Когда вы Видите Все это Потому что Или потому что Так удобно Или потому что Так принято То вы Закрываете Суличный Центр И Тем самым Закрываете Любовь И от себя Скрываете Силу Любви С помощью С помощью Которого Можно Действительно Творить Чудеса Вот Кто Познает Силу Любви Но Это Касается Всех Не только Вас Кроме Того Это Стихия Ораторского Мастерства То есть Неоднократно Я встречала Людей Которые Очень любят Поговорить Много Поговорить Кстати говоря Когда входишь В это состояние Стихия Воздуха То речь Сама Есть понятие Когда Ты не думаешь Что ты говоришь А в потоке И Многие ученики Которым Приходилось Выступать На сцене Которые Стеснялись Не знали Что говорить И вот Когда они Проходили Курс Стихий Изучали Познавали И рассказывали Что вот Как вы сказали На сцену Вышла Вошла В состояние Воздуха И Речь Сама Пошла Причем Комплименты Говорили Удивлялись Как-то Я так Говорю Вот То есть Это Ораторское Мошество Поэтому Сферы Деятельности Которые Ищут Для самореализации Люди Стихий Воздуха Это Сферы Деятельности Где Общение Где Взаимоделие С людьми Потому что Воздух Любопытный И ему нравится Интересоваться Новыми Знаниями Вот Единственный Вот Недостаток У людей Стихий Воздуха Это Быстр Скажем Пенечивость Интересов Сегодня Им что-то Нравится А завтра Им Может И не Нравится Вот И он Переключается На другое То есть Концентрации Нет А концентрация Это ключ К успеху Либо Интересуется Многим То есть Много Много Разных Учей Школа Необъятная Есть Такое Непостоянство Ну и Соответственно Раз Внимание Там у нас Энергия Раз Внимание Во всех Точках Скажем Так Интересов Много То Соответственно Рассеивается Энергия И тогда Когда Мало Энергии Соответственно Человек Не может В материальном Плане Иметь Достаточно Там Денег Например Да Средств Для того Чтобы Жить В абсолютном Комфорте Так Не находите Так Все точно Звук Прерывает Помедленнее Говорить Хорошо Буду Помедленнее Говорить Что С этим Делать Изучать Гармонизировать С другими Стихиями Потому Что Смотрите У нас же В природе Как Все гармонично Да Вот Земля Дождик Полил Земля Стала Земля Стала Влажной Да То есть В ней Начинает Все расти То есть Воздух Вода Питает Землю Воздух Продувает Землю Да Сделает Ее Рыхлой Дышащей Вот Огонь Солнце Греть Землю Да Вот Начинает Земля Процветать Самое В человеке То же Самое В человеке В нас То есть Если воздуха Допустим Воздуха Мало То есть Соответственно Земля Тяжелая Человек Тяжелый Мы Тяжелые С ним Тяжело Разговаривать Ну Наверняка Встречали Таких Людей Человек Не интересуется Новым Он Такой Догмат Догма Да Такой Вот Воздух Же У него Постоянные Идеи Единственное Что ему Не хватает Порой Не говорю Про всех Да Очень Много Идей И Я Очень Часто Людей Воздуха Мужчин Которые Очень Успешны В Финансовых Вопросах Вот Открывают Огромные Компании Там Вот Нравится Им С информатой И с денежной В том числе Вот Ну Люди Стихии Воздуха И Учителя Там Где Они Могут Проявить Свои Ораторские Способности Там Где Они Могут Нести Какую-то Информацию Знаний В принципе В обществе Они и выступают Как передатчики Информации Знаний Там И так далее Вот И так Вот Сгармонизировав Себе Стихии Вы гармонизируете И свой собственный Воздух Тогда Вы гармоничны Вам Все в комфорте И все в радости Хорошо Развитый Воздух Или Хорошо проработанный Воздух Когда Его Подогревает Огонь Потому что Если огня Внутри Мало Стихии Огня То воздух Холодный А если воздух Холодный То любви Нет Холодность Холод Идет От человека Сейчас слышно Вот А как Сгармонизировать Изучать Стихии А как Их еще Сгармонизировать А изучаешь Стихии Не просто Стихии А ты себя Изучаешь Так Идем Дальше Вода Очень интересная Тоже Мощная Стихия В духовном Плане Вода Несет Нам Бессмертие Бессмертие Воздух В духовном Плане Нам Несет Знания Земля Вездесущная Она Везде А вода Это Бессмертие Ну а в материальном Плане Это успех Удача Магнетизм Сексуальная Энергия Это Женственность Вот Это Подсознание Это Интуиция И в энергетическом Плане Вода Находится Стихия Воды Находится Низ Живота Вот о чем Мы сегодня С вами Будем Говорить То есть На уровне Половых Женских Органов Вот Так вот Если чистая Светлая Позитивная Вода То Соответственно И женщина И мужчина Мыслит Позитивно Обладает Неимоверным Магнетизмом Тоже Вот По себе Проверить И сказать Вода Это у нас Люди Это раки Это у нас Рыбы И это у нас Скорпионы Да Кто у нас Вот поставьте Да Кто у нас И соответственно Соответственно Хорошо работает Подсознание И у вас Все хорошо С воображением Главное В это верить И главное Это развивать И главное Управлять Своим Воображением Потому что Здесь есть Крайность Либо ты В мирное Русло Направляешь Своё Воображение Не додумываешь А используешь Его На благо Себя Потому что Одна картинка Стоит тысячи слов Стоит вам Только представить Образ Наполнить Его Энергией И идет Материализация Мыслей Вот так Желание Исполняет Ну а Порой Бывает Как Начинаем За здравие А заканчиваем Ну сами Понимаете Да То есть Начинаем Воображать С хорошего Вода мы не замечаем Сами Именно вода А стихия воды Наше подсознание Повело куда-то В прошлое Повело куда-то В прошлое И слезы Сопли И так далее Сейчас звук есть Ну это у нас Со связью Видимо Что-то бывает Такое Есть звук Да Хорошо Вот То есть Смотрите Используя Опять-таки Природой Заложенный потенциал Это Воображение Это Сила подсознания Ну и конечно же Наша интуиция Да То есть Слушать и слушать Свою интуицию Ну и сексуальная энергия Главное Направить Это все В мирное русло И не подавлять В себе Эту энергию А что значит Не подавлять энергию Это когда Женщина И мужчина Ну в особенности Женщина Недооценивают Себя Когда Они принимают Себя Как женщина Вот когда есть Или были Какие-то Ну Неудачи Или неуспех Там Во взаимоотношениях И стихия воды Отвечает у нас Кстати За семейные отношения То есть Для людей Стихия воды Важна семья Важны отношения Ну порой Конечно Идеализируют Идеализируют Свои Там Своих друзей Знакомых Ну естественно Когда мы Кого-то Или что-то Идеализируем Если человек Извините меня Не так сел Не так пуговицу Застегнул Ну я конечно же Утрирую То все Человек падает С пьедестала Этой идеализации И становится Плохим Вот порой Вот так вот Растворяются Люди стихии воды В других людях С этим тоже Нужно работать Гармонизировать Потому что Мир нужно принимать Таким Каким он есть Наш окружающий мир Естественно Есть еще Интересный момент Я сама Проживала В этом состоянии Несколько месяцев Потом год И я сама Была водой И была очень сильно Удивлена Перепадом настроения Проснулась С прекрасным Настоянием А через 10 Там не знаю 15-20 минут Мое настроение Резко изменилось В противоположную сторону Причин Особых не было Вот я тогда И удивилась Думаю Да Как же живут люди С тихией воды С таким Без причин Однако Опять-таки Если ты это знаешь То ты придираешься К своим близким Почему ты так Не так посмотрел Чуть одурное настроение А когда ты сам пожил Ты уже осторожно Аккуратно Относишься к людям Люди С тихией воды Любят нежность Вот у кого Близкие Дети Мужья Жены Очень любят Когда к ним Нежно Относятся По нежному Разговаривают Вот Просят Что-то точно так же То есть не любят Вот властный тон Вот этот Подавляющий Там Кома Тон Не любят Сразу сопротивляют Конечно Я не могу Что-то делать Но Любят Кто Любят Раз Воображение И образы Значит Вот это Красивое Воображение Ну и профессии Такие Творческие Выбирают И не только Творческие Я знаю Я знаю Что люди Стихии Воды Несут Успех И удачу В жизни И с Другим Людям Поэтому Если на вашем Предприятии Работает Человек Бухгалтер Например Вода Да То Знаете Если он еще Позитивный Ну по жизни Да Мысли То Успех И удача Вашему Предприятию Гарантирован То есть Больше денег Больше клиентов Почему вы сказали Что была водой Ну потому что Я по стихии Огонь Родилась Да А потом Когда я проживала Разные стихии Я была и землей И водой И воздухом И снова огнем И эфиром Поэтому мне Очень легко Говорить О состоянии Других людей И собственно говоря Я никогда Ну не обманываю Я прожила Я была в этих Скажем тапочках Вот Что еще хочу сказать Когда я была водой То естественно Мое тело Изменилось Оно стало более Округлое Там Женственное Там такое Ну Много Много можно говорить Вода действительно Омолаживает Если много воды Проработанное Ну в сексуальном Отшении Например То Если еще Женщина Много Мыслит Там В мечтах Там В фантазиях То вода Может накапливаться В теле И женщина Или мужчина Могут полнеть Да Вот Полнота Так Если огня Мало Потому что Смотрите Огонь же может Залить Ой Вода же может Залить Воду Да Вода Может залить Огонь Вот Соответственно Огня будет Маловато Огонь Это Энергия Огонь Это Активность И так далее Каким образом Проживали Ну Каким образом Я перевоплощалась В воду Но это все Делалось Естественно Под руководством Мастера Потому что Здесь меняется Сознание Здесь меняется Все Тело Меняется Ну Самое главное Это сознание И У вас будет Такая возможность Если вам интересно Познать себя Через стихии То Милости Просим Пожалуйста Приходите Учиться Вот У нас Много тренингов У нас Все тренинги Они со стихиями Почему Потому что Стихия Они Знаете Вот еще одну Изюминку Скажу Чем мне понравились Конечно Мы много О себе Говорить Или хорошего Но от стихии Ты никогда Ничего Укрой Когда ты Проживаешь Стихии Вот Ту или иную Или работаешь Или практикуешь Что стихия Показывает тебе Кто то есть На самом деле То есть Из подсознания Выходят Наши какие то Негативные Состояния Мысли И вот Если работать Вот он тебе Материал Потому что Не всегда знаешь Что у тебя там Глубоко в подсознании А именно то Что в подсознании То И В нашей жизни Подсознание Оно именно Материализует Наши желания И мысли Вот так вот Дальше Давайте Теперь к огню Перейдем Хорошо Стихия огня Это люди Такие активные Такие вот Встречаются Очень харизматичных Очень любят Конечно Управлять Властвовать Командовать Ну одним словом Лидерские качества Да Лидеры Это у нас Это у нас Овны Это у нас Львы Это у нас Стрельцы Вот Стихия огня В духовном плане Несет богатство Ну имеется ввиду Духовное богатство Которое можно превратить В материальное богатство В энергетическом плане Энтер находится На уровне Солнечного сплетения Да Вот живут Ну не зря живут На востоке Изображают Вот эти Человечки Да Хатэ Да Такой с большим животом Потом Бог Процветания Ганеш Да Тоже с таким Большим животом Вот Поэтому Огни Зажигают Естественно Вдохновляют Вдохновляют Людям огня Нужно быть Очень аккуратным И жизненной силой Она конечно Сладкая Ее можно погреть Позитивчики Потому что В принципе Долго не держат Обид Как вода Например Вот Быстренько Все сгорело И идем дальше Называется Вот Женщинам Нужно управлять Своей лидерской Энергией Потому что Командовать Над мужчинами Или Там Даже вот Детьми Ну в моем понимании То что не есть Хорошо Но это Такая дисгармония Все таки Мое воспитание Такое Мужчина это Бог Да Женщина это Богиня Которая служит И у которых Гармоничное отношение Вот Нужно уметь Служить Своему Своему Мужчине Вдохновлять На великие дела Тогда мужчина Много чего Может сделать Когда у нас Роли меняются Тогда Извините Вот Мужчина по природе Огонь Любучий А женщина по природе Любая абсолютно Вода В энергетическом плане Конечно Ну вот Если так понятно Поэтому Женщина это Подсознание Мужчина это Сознание Вот вам Инь и Ян Итак Огонь это Богатство Огонь это Жизненная сила Это лидерские Качества Это харизма Уверенность Решительность Самое главное Уметь управлять Своей внутренней силой И всеми качествами Лидерские качества И всем И воде И земле Правильно Но имеется ввиду Еще лидерство Лидером для самого себя Это самое главное Не там командовать кем-то А именно для себя То есть Себя вдохновлять Себе давать пендель Себя вытаскивать за волосы Себе вырабатывать силу воли Иди делай И так далее Вот самое главное Так Ну вот вкратце По стихиям И вот когда мы Стихии Гармонизируем Когда мы стихии Проходим То мы Переходим На уровень духа А дух Это Раскрытие Сверхспособностей Разный Дух Это Гармония Именно гармония То есть Гармония Внутреннего состояния Гармония Материального И духовного мира Вот такой вот Путь природы Очень интересно Ну а у меня к вам Такой вот вопрос Поскольку у нас Тема Как скорректировать Как скорректировать Женскую судьбу Да И у меня тогда Вот такой вопрос Вопрос Да Что такое вообще Судьба Да От чего Или от кого Зависит Да Наша с вами Судьба Да И что такое Жизнь То есть Как понять Что такое Жизнь Что такое Судьба Ну уже здесь Можно Да Увидеть ответ Что действительно Наша судьба Зависит от самого Так Сами Ну неужели Мои дорогие Какая карма Кто создает Карму Мы же сами Если в этой жизни Кто-то из вас Не сможет Тотально Самореализоваться То есть Достичь управления Своим телом А что значит Управлять телом Это значит Быть абсолютно здоровым Иметь влияние На свое тело Самоисцеляться Знать возможности Своего тела В конце концов Кормить свое тело Чистой энергетической едой Да Быть молодым То есть Управлять процессами Самоомоложения Самовосстановления Да Вот такая вот Осознанность Вот такая любовь К своему телу Так Еще по каждому Внеосознанности Учусь сейчас Себя любить Изменить отношения Вот самый Способ Полюбить себя Это полюбить Природу И полюбить стихии Вот когда ты Влюбляешься в стихии Когда ты себя Узнаешь через стихии То ты в себя Тотально Истинно Искренне Влюбляешься Потому что На самом-то деле Кто знает Что у нас там В подсознании Что у нас там В бессознательном Да И действительно Вот кто-то сказал По карме Да То есть Когда ты знаешь Что такое карма И когда ты знаешь Из чего она формируется Вот Тогда ты знаешь Кто ты есть Да Кто мы есть Да Помимо того Что человеки Там женщины Мужчины У нас есть имена А на самом-то деле Кто мы Да Мы есть Тело Душа И дух И тело есть энергия Грубой материальной энергии И душа есть энергия Более тонкой энергии Дух есть Тоже Божественной энергии И в определенный момент Тело Душа Вместе с духом Покидают тело И остается Вечным дух Вот дух Как раз Собладает Всеми Качествами И версиям И вездесущностью И всезнанием В духе Все знания Абсолютно есть Вот И могуществом Ну Личность Это психологический Такой термин Вот Мы есть Другие Вот Когда вы принимаете Себя Своё тело Свои мысли Своё сознание Как энергию Вот здесь Уже начинается Тогда Такой Интересный Путь Познания себя То есть В своё время Когда я Разобралась С этим вопросом Моя жизнь Наполнилась Глубоким Смыслом Скучать Как говорила Не приходится Потому что Все есть энергия И Кону Притяжения Слышали Да Закон Притяжения Да Такой Вот По закону Притяжения Чем большим Энергопотенциалом Ты обладаешь Тем больше У тебя В жизни Всего Потому что Все есть энергия Как я говорила Мысли энергия Образы энергии Деньги энергии Любовь энергия Успех энергия Ну Все есть энергия Все что вокруг вас Это тоже энергия И мысли энергия Мысль первична За мыслью идет Образ За образом идет Информация За информацией идет Эмоция Энергия И чем больше Количество энергии Мы обладаем Вы заметите Еще есть Позитивная энергия И мысли Позитивные И радости Много Когда мало Энергии Даже мысли Трудно Мысли нет Так Годумость Наступает Идеи Нету Идеи Не приходят Лежать Хочется Почему Женщины Порой Ругаются На мужчин И не Дальны Извините Но когда мы Не разбираемся В энергетике Когда мы Не знаем Законной энергии И мы порой По отношению Другой Выступаем Вампирами Да Женщина Может Вампирить Прекрасно Огненную энергию Мужчин Мужчина же Тоже может Уставать На работе Или там В бизнесе Ему надо Прийти Полежать Вы скажете А что Мы такие Сильные Мужчины В энергетическом Плане Женщина Быстрее Восстанавливается Чем мужчина Женщина Может За 10 минут Восстановить Свой энергопотенциал И опять-таки За 10 минут Его и потратить Мужчины Например Они дольше В энергетическом Плане Восстанавливаются Но однако Они дольше Эту энергию Могут сохранить Вот в энергетическом Плане Есть такие Небольшие Нюансы Разницы Поэтому Когда мужчина Лежит На диване Он не лежит На диване Не просто Потому что Он там Лентяй Или там Еще кто-то Он на самом деле Неосознанно Неосознанно Пытается Восполнить Свой энергопотенциал Если рядом с ним Мудрая женщина Знающая женщина Она знает Секреты Как наполнить Своего мужчину Жизненной силой Когда мужчина Не лежит На диване Тогда он действует Огонь Это действие Согласны со мной Огонь всегда горит А что будет Если огонь Тухнет Или слабенький То есть Если мы Дровишки Подкидываем Вот если женщина Вдохновляет Своего мужчину Не только Хорошими словами Но своим присутствием Своей мудростью Своей поддержкой То огонь Синергия Огня Внутри мужчины Начинает пылать И невозможно Сидеть на месте А хочется Пойти Хочется делать Ну а женщина Порой и идеи Какие-то подкинет Своей интуицией Своим подсознанием Так что Мои дорогие Самое ценное Самое ценное Что у нас с вами Есть Сама жизнь И вот В этих вопросах Нужно Для себя Конечно Разобраться Для себя Поставить Приоритеты Оттуда И идет Скажем так Духовное Планирование Себя Путь Как-то Школа Своя Школу Которую Там Вы Выбираете На вас Знаете Как говорят Если у тебя Нет твоего Мастера То твой Мастер Шайтан Дергается Звук Но Это Я даже Не могу Сказать Что это Может быть Это Связь Или еще Сейчас Хорошо Меня Слышно Слышите Слушаете Слышно Итак На Востоке Говорят Что если У тебя Не твоего Мастера То твой Мастер Шайтан Ум Имеется Ввиду Эго Твое И Я очень Рада Признательна Жизни Судьбе Высшей Силы И себе Самой Которая Что-то В прошлой Жизни Сделала Видимо Все-таки Что-то Хорошее Что На моем Пути Встретился Такой Мудрый Мастер Кудус Именно Мудрый Который Своей Жизнью Своим Опытом Своей Практикой Своей Присутствием Показывает Как Можно Жить Чего Можно Достичь Поэтому И вам Рекомендую Найти Своего Мастера Или Своего Тренера Так Ну что Самая Ценная Как я Говорила Это Сама Жизнь А что Такое Жизнь Жизнь Это Энергия Жизнь Это Некий Сценарий Мы Создали Сами Своими Мыслями И Своими Действиями Вот Как раз На вопрос Помните А кто Нам Мешает Жить Классно Да Мы Сами А кто Мы Такие Да Мы Разобрались Мы Есть Энергия Энергия Идет За Мыслью То есть Своими Мыслями Мы Создаем Свой Сценарий Жизни Или Свою Карму Чувство Вины Мы Создаем Свою Карму И Между Прочем Чувство Вины Это Самое Такое Может быть Серьезное Чувство Эмоция Состояние Которое Мощно Мощно Заполняет Наш Кармический Сосуд Вот Если Кому То Интересно У 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 Вопрос Возникает А Можно Изменить Свой Сценарий Жизни Или Мне Продолжать Так Жить Можем Лима Изменить Сценарий Жизни Ну Скажите Возможно Изменить Свою Судьбу Можно Подкорректировать Можно Изменить Свою Карму Можем Да Все Согласны Можем Продвинутые Можно Ну Как Хороший Вопрос Свобода Вы Безусловно Она У Нас Всегда Свобода Выбора Можно Знаете Как я Обрадовалась Много Много Лет Назад Когда Я Мастера Узнала Что Да Действительно Карму Свою Можем Потому Что Честно Говорим Моя Судьба Моя Карма Была Так Себе Вот И Когда А Мастер Кудус У нас Кормолог Я Тоже Кормолог Потому Что Изучают Закон Кармы Тренинги Провожу По Карме Разные Сегодня Об этом Еще Поговорим Говорим С вами Вот Поняла Что делает Чувство Вины Загружает Серьезно Нашу Карму Поэтому Постарайтесь С этой Минуты Никому Не навязывать Чувство Вины Особенно Родители По отношению К детям Даже Сотрудники Руководители Если вы Занимаете Какие-то Должности Тут Еще Была Мысль Такая Что Есть Свобода Выбора И У нас Есть У каждого Действительно Свобода Выбора А я бы еще добавила Добрая воля Добрая воля Помогать Или не помогать Добрая воля Слушать Не слушать Правильно Но не из чувства Долга Я должен Или я должна Страшное дело На самом деле Потому что Если ты Кому-то Чего-то Должен А человек Ушел Из жизни То у тебя Сохраняется Глубокое Чувство И плюс Еще Долг То тебе Придется В следующей Жизни Снова Встретиться С этим Человеком А сколько Энергии Тратится На это Тонны Тонны Все Первично В тонком Плане Сначала Тонкий План А потом Материальный План Все Есть Мысль Все Есть Энергия Поэтому Как только Мы с вами Приведем Свои мысли В порядок Как только Мы вообще Не просто Будем знать Что мысли Материально А поверим Тотально Вот поверим Всей душой Всеми клеточками Что мысли И начнем Изучать Науку Ментализма А также Науку Имага Науку Образности Мысль И образ Наше Подсознание Наше Подсознание Понимает Только Образов Больше Ничего Слов Оно Не понимает Тортинку Показали Подсознание Вот Оно Схватило И стало Материализовывать Однако Наше Желание Наши Мысли Образы Начинают Исполняться Когда у нас Есть Что? Энергия Энергия Кармой Занимаешься Наверное Всю жизнь Потому что От осознанности От умения Жить В моменте Здесь И сейчас От умения Мыслить Позитивно Отслеживать Негативные Мысли И работать С ними А как? Через Дыхание Поймал Негативное Состояние Поймал Негативную Мысль Выдохнул Образно Вот так Потому что Если бы Ну вот тот Кто у нас Вообще Без кармы В нашей школе Мы выходим И вышли На уровень Жизни Вне кармы Но идем По этому пути Вот Однако Однако Как только Ты станешь Вне кармы Да Ну Просветленный Светлый Человек Так Так Теперь Теперь Что я хочу Сказать Хочу сказать Что Женская Судьба Она тоже Формируется Женскими Мыслями Нашими С вами Да То есть Когда мы Недовольны собой Когда мы Подавляем Когда у нас был Там Может быть Неприятный Опыт Сексуальный Когда у нас Не один Мужчина Все это Скапливается В нашей Маточке Все это Скапливается На нашем Подсознании А матка Это Такое Как сосуд Хранилище Информации И Женщина Неосознанно Или Не знающий Если Там Не один Мужчина Берет Карму Другого Мужчина Не менее 50% Но Достаточно Серьезно На долгие Долгие Годы Остается Связь Энергетическая Даже Если вы С кем-то Не общаетесь Она Остается И по Этим Связям Тоже Идет Отток И приток Энергии Вот так Вот То есть Мало Того Что Своя Еще Есть Карма Еще Чужую Берем Поэтому На сегодняшний День Нужно Разбираться В законах Кармы Матки В законах Кармы И Передавать Эти знания Девочкам Чтобы Девочки Наши Были Девственницами Чистыми И могли Сохранить Свою Чистоту И невинность До Настоящей Любви До Настоящей Это Очень Важно Очень Важно Вот Потому Что Первый Мужчина Оставляет В информационном В энергетическом И в духовном Плане Определенную Информацию О себе О роде Своем И это Потом Передается Дальше А если Не первый Мужчина Тогда вопрос Какие дети Рождаются Отсюда Вот Это тоже Является Одной Из причин Почему Какие-то Исковерканные Судьбы Куда Не посмотришь Судьба Какая-то Странная Не так уж Часто Встретишь Вот Тотально Абсолютно Счастливых Людей Которых Все В достатке И не Вот Эйфории Когда Такое Счастье Когда Все Есть Когда И деньги Есть Может Позволить Себе Обучаться Ездить Путешествовать Покупать Не бросаемся В крайности То есть Все И то И другое И духовное И материальное Так Забирает Да Мужчина Забирает Женщина Забирает Да У мужчины Поэтому 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 Будьте Внимательны И сегодня Женское здоровье Необходимо Беречь Уже Уже Самого Раннего И детства Но Даже На Сегодняшний День Слава Богу Есть Практики Методики Которые Позволяют Женщине Подкорректировать Свою Женскую Судьбу Почистить Свою Матку Такую Методику Подарил Нам Мастер Кудус Он Передал Эти Знания Посвящение Дал Проводить Коррекцию Кармы Матки По всему Миру И помогать Женщинам Да Вот Потому Что Были Неосознанно Внимательны К себе К жизни Каким-то Моментам Да Вот И соответственно Это все остается На душе Женщины И Ее Подсознание С которым Она Ходит По жизни И вот Такая Методика Она Сегодня Реальна И доступна Раньше В древние Времена Проводили Обряды Жрецы Вот Для Девочек Которые Раньше Времени Потеряли Свою Невинность Вот И Наталья Уже Кидает Ссылку Это Самопрограмма Да То есть Есть Вот Тренинги Непосредственно Да Вот Живые Тренинги О которых Я Расскажу И Вот По Месленным Просьбам Я записала Именно Самопрограмма Она Дится Где-то Около Часа Есть Прекрасные Позитивные Отзывы Об этой Самой Программе Ты Ее Слушаешь Ты Образно Представляешь Там Ощущается Энергия Там Работ Со Всеми Стихиями Там Корректируешь Карму Там Очищаешь Свою Маточку Там Еще идет Сама Программа В которой Включена Улыбка Внутренних Женских Органов То есть Самопрограмма Направлена На Здоровье На Здоровление На Избавление В информационном Прежде всего Плане От Всяких Болячек Ну и Соответственно Что в Тонком Плане То и В материальном Меняем Корректируем Своё Сознание Мысли Чистим Своё Подсознание Убираем Причины Болезней И тогда В физическом Плане Идет Трансформация Идут Изменения Кроме Того Чистая Матка Наполненная Светом Любовью Это Конечно Омоложение Наша Матка Связана С лицом Все Что в матке То и в лице Если на лице Есть какие-то Искривления То Значит Есть Какие-то Искривления Матки Губы Ну и Так далее Вот сейчас У всех Все улыбаются Или не все И вот Когда Корректируешь Матку Можно Ставить Там Программу Ну На здоровье Мы ставим Программу На красоту Женственность Чистая Матка Это Конечно же Энергия Успеха И удачи Энергия Притяжения Ну и Состояние Самодостаточности Да Что-то Такая Классная И вот Кстати Говоря Наталья Кинула Ссылку Спрашивают А если Действительно Матка Удалена Можно ли Мне Слушать И нужно Ли Конечно Нужно И можно И прям Важно Потому что В физическом Плане В органах Но В тонком Плане Остается Эфирное Тело Информация Остается В нашем Подсознании Вот Если вы Никогда Не занимались Какой Либо В тонком Плане В энергетическом Плане Чисткой Там Коррекцией То Необходимо Подкорректировать Свою Судьбу Чтобы Подсознание Было Чистое И не Портило Вам Жизнь Зачем С этим Идти По Жизни Ну Да Случилось Там Может Быть Какие Неприятности Давайте Я в эфире Не буду Озвучивать Какие-то Нежелательные Секс Там Что Такое Что Теперь Совершили Ошибку Что Теперь Нам Не Жить Или С Сознание Эту Плохую Информацию Поэтому Слушайте Пользуйтесь Наслаждайтесь И корректируйте Своё здоровье И берегите Своё здоровье Коррекцией Кармы Матки Можно Заниматься Девушкам Если Они Уже Вступали Половые Отношения Если Нет Не Обязательно Вот Вот Ещё Хочу Сказать Что Что Да Практики По Коррекции Кармы Матки Вот Это Сама Программа Её Слушаешь Перед Сном Её Ход раз В день Слушать Каждый День В течение Днего Дня Вот Можно Сорок Это Вообще Будет Супер Можно Слушать Её В Принципе В Наушники Одел Да Но Вот Тот Кто Её Начинал Слушать Она Очень Мощная И Многие Говорили О том Что Засыпают До конца Не прослушивают Вот Поэтому Поначалу Вот Лучше Лёжа Её Слушать Перед Сном Просолнечное Состояние Нормальное То Что Засыпает Это Тоже Хорошо Потому Что Подсознание Оно Не спит Никогда Оно Трудится Все 24 Часа В Сутки А мы Как раз Работаем Результаты Разные Положительные Хорошие Вот Кто Его Знает Что У вас Будет Поделиться Поделитесь Матка Связана С молодостью Конечно Жизнь Красотой Так Что Происходит Когда Мы Корректируем Свою Судьбу Да Вот С помощью Коррекции Кармы То есть Мы Стираем Какие-то Программы Стираем Стереотипы Прошлого Мы Очищаем Глубоко Своё Сознание Подсознание С помощью Стихии Как раз Кроме того Мы создаем Образ Себя И жизни Или Сценарий Новой Жизни Вносим Новую Информацию В своё Чистое Сознание Ну и Соответственно Получаем Новую Счастливую Жизнь Да Вот Так что Вот такая Вот практика И Давайте Мы сейчас Время У нас Ещё Есть Совсем Немножко Времени Да У нас Немножко Времени Осталось И Я хочу Вот ещё Сказать О коррекции Кармы Которая Будет Летом Вот В июле В августе Это ретрит Пять дней Коррекции Кармы Матки Да Это Целых Пять дней Пять ночей Вообще Круглосоточно Мы будем С вами Практиковать И заниматься Совой У нас Будут Очень Мощные Сильные Практики Вот Практики И по Самоомоложению Пробуждение Энергии Мы будем Естественно Заниматься С полностью Тотально Своим Здоровьем Своей Красотой То есть Все это Будет идти Через Простое Эффективное Дыхание Вот Такой Будет У нас Ретрит Ретрит Со мной На базе Отдыха В Подмосковье Поэтому Если вы Действительно Заинтересованы Если вы Действительно Хотите Сохранить Своё здоровье То Милости Просим Вот Я так Вообще Люблю Замечательно Сниматься Собой И Помогать Другим На этот Тренинг Меня вдохновили Вы Вот Женщины Потому что Хочется Помочь Женщинам Освободиться Груза Прошлого Всех Этих Мрачных Состояниях Мыслей И мне Очень нравится И мужчинам Тоже нравится Когда Женщина Девушка Она Светится Изнутри Вот Светится Такая Когда От неё Идёт Чистая Позитивная Энергия Когда От неё Идёт Магнетизм Да Что Для Этого Нужно И Вот Как раз Что Нужно Чтобы Быть Такой Женщиной Перед Которой Открываются Любые Двери Любые Сердца Естественно Иметь Много Энергии Мыслить Мыслить Позитивно Потому Что Мысли Материально Особенно У женщины Уметь Чистую Форму Маткет Который Зависит И притягательность И здоровье И настроение И состояние И успех И удач Ну Конечно же Мы будем Учиться Управлять Сексуальной Энергией И не важно Есть у вас Партнер Или нет Есть у вас Семейные Отношения Или нет Или вы В поиске Или в состоянии Или в ожидании Управлять Сексуальной Энергией Нужно Научиться Всем Это Несложно Это Интересно И полезно Потому Когда мы Ну Например Отодвинули Личную Жизнь Или забыли Вообще Про мужчину Или махнули На себя Рукой А какой там Секс Или сексуальная Энергия И почему У нас Сексуальная Энергия Связана Только С половыми А на самом деле Божественная Сакральная Энергия Которая Это Стихия Воды Которой Нужно Уметь Управлять Иначе Если Мы Не обращаем Внимания На маку Если Мы Не обращаем Внимания На сексуальную То есть Как В жизни Вода Или Русло Воды Она Может Пересохнуть Вот так Матка Начинает Сохнуть Это Сказывается На Красоте На Коже Лица На Все На Радости На Блески В глазах На Красивые Улыбки Толь Поэтому Будем На Ретрите Учиться Управлять Сексуальной Энергией Ну и Будем Учиться Практиковать Всегда И Везде Посмотришь На Утя И Принесешь Практику В свою Жизнь Вот Так что Если Интересно Записывайтесь Задавайте Вопросы Если Есть Какие Вопросы То Пожалуйста Задавайте И У Нас Немного Совсем Осталось Времени Наташа Есть Минут 10 Есть Я бы Хотела Провести Небольшую Практику Когда Поездка Сейчас Я еще раз Покажу Есть Наташа Есть Минут 15 Есть 15 Хорошо 10 минут Хорошо Другой Час Раздвиньте Раздвиньте Да Наташа Давайте Сделайте Побольше Да Сейчас Девочки Для Все Значит Ограничений Возрастных На Ретрит И на Коррекцию Карма Нет Абсолютно Противопоказаний Тоже Нет Главное Это Сильное Желание Самое Главное Желание Быть Здоровым Молодой Красивой Притягательной Сексуальной И так далее Вот Я неоднократно Проводила Вот Самой Собой Коррекцию Кармутки И когда Тренинги Провожу Я вижу Поразительные Просто Результаты Дышать Будем Да Будем Дышать Если На диск Записать Практику Четыре Раза И слушать Во сне Классно Классно Еще раз Говорю Для подсознания Это не Вредно Единственное Что Вы сами Контролируете Регулируете Если Устали Слушать Отдохните Сделайте Паузу А вообще В чате Вконтакте Там В фейсбуке Можете Нас найти И задавать Какие-то Вопросы Если Вот Вы Приобретете И будут Какие-то Вопросы Вот После Кесарева После Всего Нужно Заниматься Своим Женским Здоровьем И работать Сексуальной Энергией Дышать Дышать Еще раз Дышать Ну что Стоит Овладеть Дыханием Матки Сексуальной Энергией Так Ну что Давайте Проведем Небольшую Практику Еще Я без Остановки Говорю 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 Так Ну что Готовы К практике В ревите Очень Хорошо Да Это Та же Да Та же Практика Только Я записала Ее Амрита Методика Жена Возраст 50 Замечательно Все Готовы Отлично Тогда устраиваемся Поудобнее Устраиваемся Поудобнее И мы с вами Сделаем Знаете Такую практику Она очень Классная Я называю Экспресс Практика Благодаря Которой Вы сможете Вот Почувствовать Прилив сил Избавиться От дурных Мыслей От каких-то Привязок Вот И сейчас Кстати Отметьте Каково Ваше состояние Это очень Важно Вот Что вы Вот давайте Уловите Первую мысль Быстренько Напишите Вот первая Ваша мысль Какое Ваше Сейчас Состояние Пишите Я не обидчивый Человек Я не обижаюсь Так Классно Еще Какое Может быть Кто-то Устал Может быть Там Хорошее Спокойствие Расслабленное Восторг Позитивчик Прекрасно Ладно Молодцы Какие Хорошо Интересно Вы просто В любом случае Чисто В эмоциональном плане Зафиксируйте Своё состояние Устали ноги Вот Как убрать Живот Так Интересно Все Отлично Теперь Мы сейчас С вами Подышим Устраивайтесь Поудобнее И закрываем Глаза Оставляем Чет В покое Сейчас Буквально Вот За считанные Секунды Минутки Вы увидите Вот у кого-то Подавленное Вы увидите Как состояние Ваше Поменяется Итак Прикрыли Глаза И Расслабляемся Все Что я буду Говорить Вы Образно Представляете Перед Каждой Практикой Мы Расслабляемся Мы делаем Короткий Вдох И Медленный Длинный Выдох Расслабляемся Мы Делаем Вдох Короткий И Длинный Медленный Выдох Расслабляемся Старайтесь Дышать Естественно Не Поднимайте Плечи Дыхание Должно Быть Комфортным Не Важно Как Вы Дышите Носиком Или Ротиком Как Вам Удобно Как Вам Привычно Это Непринципиально Итак Мы Делаем Вдох И Медленный Длинный Выдох Расслабляемся Мы Отпускаем Все Свои Дела Мы Отпускаем Все Свои Заботы На Выдохе Уходят Мы Мы Успокаиваемся Покой Вдох И Выдох Наблюдаем За своим Дыханием Глубже И Глубже Расслабляемся А Сейчас Мы Ощущаем Своё Тело Мы Ощущаем Контуры Своего Тела Осознаем Своё Тело И Сейчас Мы Всем Телом Будем Делать Вдох А На Выдохе Мы Будем Выдыхать Все Все Свои Мысли То На Выдохе Будем Представлять Как Улетели Все Образы Могут Быть Разные У кого-то Шарики У кого-то Обезьян У кого-то Еще Что-то Итак Ощущаем Контуры Своего Тела Голова Шея Ощущаем Контуры Шеи Плечь Ощущаем Контуры Груди Живота Ощущаем Контуры Поясницы Спины Ощущаем Контуры Ног Рук Полностью Тело И теперь Всем телом Делаем Вдох И на Выдохе Выдыхаем Все Все Свои Негативные Мысли Выдыхаем Все Болезни Выдыхаем Усталость Делаем Выдох И еще Раз Делаем Вдох Всем телом Вдохнули Вдох И на Выдыхе Представляем Как Отлетают Все Наши Связь С другими Людьми Все Мысли Слетают Как Обезьян Полетели Выдох Все Болячки Отлетели Все Все Плохое Отлетело От нас И еще Разок Можно Сделать Делаем Вдох И на Выдыхе Выдыхаем Все Плохое Образом Выдох Выдохнули Все Свои Негативные Мысли Достаточно Наблюдаем За своими Ощущениями Посмотрите Как изменилось Внутреннее Состояние А сейчас Представляем Все Что я буду Говорить Представляй Давайте Представим Что Наше Тело Изнутри Из Нужи Наполнено Светом Представляем Яркий Яркий Свет И все Пространство Комната В которой Вы Находитесь Тоже Наполнено Светом Энергией И наше Тело Наполнено Энергией Каждая Клеточка Наполнена Энергией И наша Голова Светится Глазки Светятся А губы Они Улыбаются Улыбаются Губки Делаем Улыбку Улыбается Шея Шея Наполнена Светом И все Внутренние Органы Наши Наполнены Светом Все Тело Тотально Заполняется Светом И снизу Вверх И сверху Вниз И уходит Вся Усталость Уходят Какие-то Болячки Свет Все Растворяет Тело Полностью Тотально Наполнено Светом Радостью Счастьем Представили Себе Счастливыми Радостными Позитивными Отлично Успешными Представили Себя Богатыми Денежными Добавили Эмоции Счастья Отлично А сейчас Это состояние Остается С вами В центре Головой Представляем Ясную Светящуюся Точку Это Наше С вами Сознание И Наше Состояние Настроение Классное Радостное И мы Открываем С вами Глаза Мы здесь И сейчас Земля 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 Похлопали Своё тело Приземлились Подтянулись Сделали Такую Потягушечку Мы здесь И сейчас Итак Мы с вами Проделали Маленькую Но очень Эффективную И классную Мощную Практику Теперь Напишите Мне Как вы Себя Чувствуете Буквально Кратко Три слова Таня Самая Шустрая Наверное Огонь Или воздух Спать Охота Супер Замечательно Но спать Потому что Время Еще может быть Вечернее Земля Таня Земля Ну Шустрая Земля Прекрасно Чисто Прекрасно Очень мешала Зевота Зевота Не мешала Вот Кто-то Кто занимается Энергетикой Знает То есть Когда мы Занимаемся Энергопрактиками Тем более Что если Мы давно Не занимались Тем более Вибрация Работает И соответственно Энергетика Внутри Меняется То есть Идет Трансформация Это называется И вот То что Вы зеваете Это Я скажу Так Это классно То есть Что-то новое Чистое Заходит А что-то Плохое Выходит Вот шею Ушла нагрузка Супер Лицо горит Лицо Омолаживается Вот Вот скажите У кого Горят ладошки Если у вас У кого-то горят ладошки Вот сейчас Не теряя время Зря Да И у нас с вами Эфир позитивный Энергия у нас С вами мощная Да Вы чувствуете Меня Я это вижу Вот Я вам транслирую Позитивные образы Энергии Вот эти ладошки Они сейчас Целительные Приложите эти ладошки К своему лицу Да Почувствуйте Как лицо Ваше Омолаживается Дальше У кого Если какие-то части Тела болят Приложите эти ладошки К этим частям Тела Омолодите Оздоровите Вот они Пожалуйста За какие-то Считанные Ноты Часы Да Мы с вами Полтора часа Были в эфире Общались И у нас Активизировались Энергоцентры Вот как работает Поле мастера Присутствие Мастера Вот Так Вот эти способности Ощущения энергетики Работа с энергетикой Работа со своей кармой Со своей судьбой Ну в общем Будут чудеса На тренинге Нашем ретрите Летнем Приезжайте Вот Ну у кого нет возможностей Можете Приобрести Аудиометодику Так Ладони горят Омолаживаемся У меня еще Горят стопы Тоже хорошо Дискомфорта нет Я заканчиваю Потому что уже Время подходит Напишите пожалуйста Все ли чувствуют Комфорт Если дискомфорта нет Если у кого-то есть Напишите То быстренько Подкорректируем Вот Я Вижу что Плечи Лицо горят Значит Смотрите В голове нет дискомфорта Если Осталась Какая-то тяжесть Или там Кружится голова Энергии Всему телу Распределите Сгармонизируйтесь Голова пуста Супер Чем Чем больше тишины В голове В голове Пустоте Пустота Тем Лучше Тем больше энергии Дискомфорт ушел Вот видите Казалось бы Три секунды И так далее Ощущение вибрации Первой и второй чакры Первая чакра Это деньги Здоровье Второй чакра Это успех Удача Сексуальной энергии Классно Так Ага Все Отлично Жар в груди Но отлично Себя чувствую Энергия пошла Все дурное Будет у вас Сжигаться Вот Энергия Янская У кого-то Вот кто-то Больше чувствует Инскую энергию Кто-то Янскую Все на пользу Не просто так Вот у нас Такой с вами Получился Еще и целительный Сеанс Это как Побочный эффект Называется Ну что Я благодарю вас Всех Огромная вам Благодарность Действительно Очень приятно С вами было Общаться Вот Нести знания Вы Благодатные Благодатные Ищущие Вот Я вам желаю Молодеть Я вам желаю Богатеть Я вам желаю Быть абсолютно Здоровыми Счастливыми Девушками Вот Тоже Тысячу вам Благодарностей Ну и Хочу пожелать вам Познания себя Совершенствования себя Раскрытия своих способностей Сверхспособностей И поверить в то Что В каждом из нас В вас Во мне Заложена Божественная воля Божественное сознание Божественная благодать Ананда Вот Всем-всем успехов Благодарю вас Ну и передаю слово Наталье Наталье тоже Огромное-огромное Благодарность И пожелание Творческих успехов Благодаря вам Благодаря вам